День Победы День Победы Эстафета передачи знамени, освобождения Кубани и книги славных дел была принята от Абинского района. Торжественное мероприятие прошло на мемориале «Вечный огонь» по улице Комарова. Здесь собрались городские и районные власти, ветераны, школьники, студенты, представители общественных организаций, а также жители и гости муниципалитета. Наши сердца переполняют чувство радости и гордости. И вместе с тем этот день, когда мы склоняем голову перед павшими в боях, в сражениях тысячами людей за нашу крымскую землю, за нашу жизнь. Они тоже хотели радоваться, учиться, создавать семьи, растить детей. Но им было суждено умереть на войне. И мы, их потомки, должны жить из-за них. И не просто жить, а жить достойно по совести, беречь свою малую родину. Жестокие и кровопролитные бои шли в станице Крымской. Советские войска очистили ее от вражеских автоматчиков и пулеметчиков. Вышибли их из дзотов, устроенных в подвалах зданий. Дорогой ценой заплатили советские солдаты за победу. Книга славных дел. В нее будет вложена и страница о Крымском районе. Страница, в которой будут вписаны славные дела жителей города Крымска и Крымского района, их боевые трудовые подвиги, их забота и увековечение памяти о погибших. Эстафета проходит по всей Кубани по инициативе Краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Она стартовала в городе Герои Туапсе 9 октября и уже побывала в нескольких районах края. У земли есть особые дни, и зовут эти дни фронтовыми. У земли есть великие дни, не свидания с вечно живыми. И стоит над Россией тот звон, звон святой орденов и медалей. На нашу долю вышла обязанность помнить и хранить память Победы, передавать ее из поколения в поколение. Уважаемые, дорогие нашему сердцу ветераны, о многом хочется сказать, стоя на этом священном для всех крымчан месте, только случается так, что слов для этого не хватает. Мало их, чтобы описать зверства, творимые оккупантами на родной земле, где только в рвах у железнодорожной станции было расстреляно около трех тысяч человек. Мало, потому что самоотверженность партизан крымского отряда за родину под руководством Ивана Федоровича Живилова не поддается никакому описанию. Мало их для того, чтобы описать подвиг десятков и сотен тысяч советских солдат и командиров, что жизнью своей оплатили наше мирное будущее. Знамя Победы и Книга Памяти будут храниться в нашем районе до сентября. Именно столько продолжались кровопролитные бои за Крымский район. Много слов благодарности сегодня прозвучало в адрес ветеранов, детей войны, тружеников тыла. За вклад в патриотическое воспитание молодежи медалями были награждены представители муниципальных служб, общественных организаций и поисковики. В память о тех, кто сражался за станицу Крымская, была объявлена минута молчания. Затем участники мероприятия возложили венки и цветы к мемориалу. 16 сентября, в день освобождения города Новороссийска, знамя и книга будут торжественно переданы городу-героям. В преддверии 9 мая глава района Сергей Лесь посетил на дому участников Великой Отечественной войны, проживающих в Крымском районе. Поздравил их с Днем Победы, вручил подарки и цветы. Накануне этого большого и замечательного праздника мы решили вас поблагодарить за участие непосредственно, за то, что вы подарили действительно мирное небо над головой с такими же, как и девчонками молодыми и парнями. И за всеми действительно с огромным таким потенциалом показали нам, как надо жить, как надо любить и защищать свою родину. Вам крепкого здоровья, большого вам счастья. Антонина Мирза встретила главу района в Кителе с орденами и медалями. На своем 95-м году жизни она продолжает хлопотать по хозяйству и воспитывать внуков. 9 мая для нее особый праздник. Каждый год он, значит, все вспоминается, фронтовые дороги. Я после войны, лет 10, наверное, мне снились танки, все на танках, хоть не в танковых мы служила. Антонина Тимофеевна участвовала в боях на Ленинградском фронте за Калугу, Тулу и Орел. Служила в 40-м восстановительном железнодорожном батальоне. Великую победу она встретила в Венгрии. В Венгрии мы как раз стояли, ждали дальше, куда нас повезут, не повезут. Но стояли, главное, больше часу, наверное. Подходит ко мне венгерский военный офицер, поздоровался, потом говорит, девушка говорит, война капот. У Антонины Тимофеевны множество юбилейных наград и медалей. Среди них медаль за победу над Германией. Также глава района поздравил самым главным и дорогим для ветеранов праздником Петра Попридухина, Леонида Жданова и Валентину Леся. Поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья. Вот вам открытка такая. И вот вам подарок от нас. С праздником, здоровья вам здоровья. Спасибо. Поздравлением присоединились председатель Совета Крымского района Андрей Юшко, председатель районного совета ветеранов Николай Мирошниченко и начальник управления культуры Любовь Громыко. Для каждого ветерана свои творческие номера исполнили учащиеся детской школы искусств города Крымска. Субтитры создавал DimaTorzok С цветами и подарками поздравлял ветеранов войны и тружеников тыла Крымский межрайонный прокурор Александр Лихонин. Совместно с главой района Сергеем Лесь они чествовали на дому героев войны. Мы присоединяемся к поздравлениям и ценный подарок, так чтобы чай грел и душу еще. Чайник вам, это от нас. Несмотря на преклонный возраст, фронтовики с радостью встречали гостей и с удовольствием делились воспоминаниями. Рассказывали о тяжелых пережитых днях в военное время, о своей биографии и даже пели песни тех лет. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. И наш долг чтить тех, кто подарил нам мир и свободу, кто ценой своей жизни защищал родину, бережно хранить и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа. Представители органов исполнительной власти искренне поблагодарили героев за вклад в мирную жизнь. Современным символом мужества стал подвиг Владимира Чабанова в Грозном. Школа номер два города Крымска уже носит имя Героя России. А на днях здесь открыли бюст российского офицера. Бюст установили в честь столетия со дня образования Северокавказского военного округа. Для Крымского района это особо торжественный день. В церемонии открытия приняли участие районные и краевые власти, одноклассники, сослуживцы и родственники Владимира Чабанова. Спасибо всем ученикам и педагогам за бережное отношение к памяти героя. С каждым годом комната музея имени Чабанова пополняется новыми материалами и экспонатами. Уважаемые ребята, звание Героя России Владимиру Чабанову было присвоено за мужество и героизм при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северокавказском регионе. На такие поступки способны единицы. Но в силах каждого из вас внести свой вклад в развитие своей родной школы, любимого города, края и страны. На поступки, которые совершил боевой офицер, способны единицы. Место подвигу есть всегда. Чтобы стать героем, начинать нужно со школьной скамьи, считает Николай Кравченко. Быть надежным товарищем, не давать пустых обещаний, вовремя прийти на помощь. Именно таким был Владимир Чабанов. Это был настоящий боевой офицер. На нелегкой военной службе он выкладывался полностью. Его заслуги высоко оценены государством и, конечно же, нашим народом. Подвиг, который практически обессмертил его, он совершил в январе 95-го года во время штурма города Грозного. В ходе боевых действий командую мотострелковой ротой освободил от бояков и удерживал в течение 10 дней железнодорожный вокзал. И тем самым он обеспечил продвижение основных сил. Я сегодня искренне поздравляю вас всех с этим ярким событием в жизни школы и, я думаю, в целом и города и района. Указом президента Российской Федерации Владимир Чабанов был удостоен самого высокого звания – Героя России. Такими замечательными людьми нужно гордиться и свято чтить их память. Самая яркая звезда на небосклоне – это Владимир Чабанов. Мы клянемся быть достойными учениками школы-героя, захоронять традиции чабановцев, свято чтить память, всегда и во всем брать пример героя России. Мы гордимся вами, Владимир Чабанов. Мемориальный бюст Владимиру Чабанову установили у входа в школу. В честь Героя России в небо выпустили троекратный залп. Собравшиеся почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы. Голубая линия ныне Собка Героев – самый мощный узел сопротивления противника. В память об этом и обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны здесь прошел крестный ход. Слава Бога, Господь, на тебе, Лусия, векло и веселиться сегодня. 400 школьников и кадетов из Крымского и Красноармейского районов отдали дань памяти погибшим в той страшной войне. Возглавил шествие благочинный приходов Крымского округа протеерей отец Сергий. У подножия памятника солдату он провел панихиду по погибшим. Подвиг, совершенный в те страшные годы, это проявление духовной силы народа. Готовность к самопожертвованию ради ближних – это характерная черта нашего национального самосознания. А воспитано это все православной церковью на протяжении тысячи лет. Ребятам еще раз напомнили об этом священном месте. О том, какие кровопролитные бои проходили здесь в годы Великой Отечественной войны. Вот здесь проходила голубая линия, здесь были немцы, а вот там, в плавнях, на равнине находились наши бойцы. И им нужно было брать эту высоту. 121,4 – безымянная высота. И не просто брать. Перед ними был сплошной огонь, перед ними были заграждения, перед ними были минные поля. После панихиды к мемориалу были возложены цветы и венки. В завершении торжественного мероприятия все собравшиеся спели песню «День Победы». Во всех уголках Краснодарского края тысячи спортсменов принимали участие во всекубанской эстафете. Не стал исключением и Крымский район. Не попалось! Ура! Ура! Сопка героев, высота 121,4 – это священное место, где наши деды и прадеды, проливая свою кровь, защищали нашу родину. Поэтому именно сюда держали путь участники эстафеты. В ней приняли участие более ста кадетов крымского филиала Кубанского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Бабыча. Забег, который ежегодно проводится в честь Дня Победы, это не только спортивное мероприятие, а скорее дань памяти тем, кто погиб, защищая родину и знак уважения к ныне живущим героям войны. Я хочу вам пожелать быть достойными защитниками нашей Родины. И чтоб никто никогда оружие в руки не брал именно для таких военных целей. А пускай гремят оружия только на тренировочных полигонах. Я думаю, я уверена, что вы будете достойными защитниками нашей Родины. Участники эстафеты в Дань Уважения почтили минутой молчания героев войны и возложили цветы к подножию памяти. Праздник победы особенный для всех людей, как в России, так и за ее пределами. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, что это была Великая Победа справедливости над злом и насилием. О том, как в Крымском районе отметили один из главных праздников страны, в репортаже Елены Шаклейной. Шот! И раз! Праздник начался традиционно с военного парада. В честь 73-й годовщины Великой Победы по центральной площади города одна за другой следовали колонны военнослужащих Крымского гарнизона, казаков, кадетов и учеников классов казачьей направленности. Это наши настоящие и будущие защитники, гарантия стабильности государства, безопасности всех жителей нашей страны. Это достойные преемники героев Великой Отечественной войны. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками, которые всегда будут равняться на подвиг доблестного поколения победителей. С 9 мая, дорогие мои земляки, с Днем Победы! Государственный флаг Российской Федерации, боевое знамя Победы и флаг Краснодарского края несли лучшие воины 3-го смешанного авиационного полка. Великая Отечественная война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. День Победы остается всеми любимым, дорогим, трагичным, скорбным, но в то же время светлым праздником. Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с великим, святым и светлым праздником. Днем 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В жесточайших боях и схватках наши отцы, деды и прадеды, презирая смерть, ломая горло фашистскому оккупанту, отстояли свободу и независимость нашей Великой Родины России. День Победы – это великий праздник. Это праздник воинов, фронтовиков, а также участников, тружеников тыла. После парада более 8 тысяч крымчан вышли на шествие. Акция «Бессмертный полк» уже многие годы остается самой массовой. Плотная многотысячная колонна начала медленно двигаться от парка имени Тельмана к мемориалу «Вечный огонь». Течет река и нет конца колоннам, шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагает с нами смерть, и смерть поправ, как в сорок первом, мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока, течет река бессмертного волка. Течет река бессмертного волка. Сопровождали шествия автомобилей военного времени. Крымчане с гордостью и честью несли в строю фотографии земляков, родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Вот отец мой, который погиб на Ленинградском фронте. Во-вторых, я сама рождена до войны и пережила эти годы тяжелые, военные, послевоенные. Это святой праздник для нас всю жизнь. Мы всегда его чтим. Прошло долгих 73 года, но память людская не забыла ту цену, что заплатили наши деды за мир на земле. Это праздник со слезами на глазах. Елена Мажухина с портретом отца в колонии бессмертного полка. Она, как многие другие, сегодня в одном строю с теми, кто помнит и чтит память павших за мирное небо и счастливое будущее наших детей. Он был в строю со всеми. Он воевал и в Великую Отечественную войну с Японией. Он как никто заслужил, чтобы мы сегодня прошли с бессмертным полком. Мы посчитали свои обязанности и будем каждый год приходить. У крымчан было искреннее желание прийти в этот день на Центральную площадь, пройти всем вместе, пронести портреты своих родных и близких и тем самым выразить свое уважение к победителям, героям, которые отстояли эту победу. Люди шли с особым настроением, с особым состоянием души. Чтобы напомнить молодому поколению о том, что наши деды воевали, завоевывали для нас мирное небо. Мы пришли почтить память ветеранов, которые отдали свои жизни в Великой Отечественной войне, в этой страшной войне. Не могли, скажем так, не отдать должное. Хочется поздравить всех с праздником. Это великий день. С днем победы, счастья, здоровья. Память павших в Великой Отечественной войне почтили на мемориале «Вечный огонь». Здесь, в братской могиле, захоронено около пяти тысяч советских воинов, погибших при защите и освобождении Крымского района. В наших сердцах навсегда сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. А день победы останется для нас символом мужества. Сегодня мы вспоминаем всех героических сынов и дочерей нашего народа, своими жизнями, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, в самой страшной в истории человечества войне. Праздничные мероприятия прошли и на легендарной сопке героев. В этом году их посвятили мужеству, стойкости, доблести и отваге 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского краснознаменного ордена Суворова полка. В течение дня там работала выставка ретротехники. Все желающие могли отведать солдатской каши. Субтитры создавал DimaTorzok В течение дня на центральной площади города проходили праздничные концерты. Творческие коллективы Крымского района продемонстрировали свои лучшие номера. Завершился день прекрасным праздничным фейерверком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крымский район богат творческими людьми. Свою книгу презентовал Юрий Кочериди. История хутора Новоукраинского и близлежащих мест. Под таким названием вышло в свет новое издание автора. Книга рассказывает о многовековой истории пригородного сельского поселения Крымского района. Все изданные в разное время книги нашли своих читателей в нашей библиотеке и сегодня представлены на нашей книжной выставке «Храним любовь к родной земле». Презентация прошла в стенах Крымского района библиотеки. Юрий Дмитриевич широко известен не только в Крымском районе, но и за его пределами. В свет выходит уже 15-я его книга. Много исторических фактов, которые, не знаю, сегодня только узнали впервые жители пригородного поселения. Узнали о своих родственниках, которые жили до войны. Я благодарен, что жители предоставили мне фотографии редкие, которые вошли в книгу, особенно довоенные. Потому что без фотографии книга, она как-то сухолата. А так она получилась живой, запоминающейся, горячей. С изданием нового труда историка-краеведа пришли поздравить глава пригородного сельского поселения, школьники, друзья и почитатели творчества Юрия Кочериди. Все практически архивы во время войны уничтожены. И практически написание книги исторической по малой нашей родине – это работа с жителями, с старожилами и так далее. Но их с каждым годом становится все меньше, все меньше и меньше. И вот Юрий Дмитриевич практически по крупицам собирал историю этих старожилов, которые уже по 90-95 лет. Все книги Юрия Дмитриевича полны героизма, романтики, патриотизма и насыщены интереснейшими событиями. В этой книге автор раскрыл историю пригородного сельского поселения. В ней представлено 20 биографий участников войны, 8 биографий детей войны, 157 фотографий бессмертного полка поселения. Историк-краевед рассказывает о становлении спорта, просвещении культуры, медицины, социальной работы и других аспектов деятельности поселения. Книга получилась познавательной и теплой. Ее будет интересно почитать и взрослым, и детям, и всем любителям истории. За Кубок Победы соревновались 130 кикбоксеров. В Крымске прошло традиционное открытое первенство по кикбоксингу, посвященное Дню Победы. Ринг установили в Большом зале Центра развития творчества детей и юношества. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие спортсмены из муниципалитета в крае. По словам многих тренеров, кикбоксинг – это средство воспитания человека изнутри. Упорно тренируясь, можно достичь высоких результатов. В этом бою, что согласен в суде, и два на один победа держал спортсмен в Красном Победе. Организаторами соревнований выступили администрация крымского городского поселения совместно со спортивно-патриотическим клубом «Славия». По итогам первое командное место и Кубок Победы увезли спортсмены из города Кореновска. Второе место на пьедестале почета у крымчан. Третье завоевали спортсмены поселка Новомихайловского. Поход фитнес-клуб – один из очень хороших стимулов к ведению здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогут укрепить организм. Елена Шаклейна побывала в фитнес-клубе «Олимпия» и теперь знает, как стать здоровой и красивой. Смотрите и действуйте. Одной из визитных карточек многих спорткомплексов является качество обслуживания клиентов. Полгода назад руководство сети фитнес-клубов «Олимпия» провело социологический опрос и сделало вывод – необходимо обеспечить максимально комфортные условия и качественный сервис для своих клиентов. И это у них отлично получилось. Если раньше у нас работали тренерами только люди, которые выступают на соревнованиях и занимаются активно спортом, то теперь у нас встали новые требования, чтобы люди были обязательно коммуникабельные, вежливые. Мы в разы повысили качество сервиса. Также мы сменили несколько администраторов, которые не справлялись со своими новыми обязанностями, новыми требованиями. И теперь у нас собрался идеальный состав. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела, люди, благодаря которым можно изменить к лучшему не только свою фигуру, но и жизнь. Персональный тренер Элина Семенова, чемпионка России по хип-хопу. Она отлично окончила специализированные курсы персональных тренеров тренажерного зала и теперь является сертифицированным специалистом. Она тренировала детей, танцы. И я предложил ей попробовать себя инструктором тренажерного зала. Мы полгода с ней обучались. Очень талантливая девочка, коммуникабельная. И я ожидаю от нее больших успехов, потому что понимая все с полуслова, и эти полгода пролетели буквально как один день. Элина давно мечтала о тренерской деятельности. Она прекрасно выглядит сама и уверена, что благодаря фитнесу любой человек может кардинально изменить себя и свою жизнь. Главное – желание. Полгода назад я приехала в Крымск и начала работать хореографом. Тренировала детей, и меня посетила мысль, почему бы не потренировать взрослых. Я всегда где-то там в душе мечтала тренировать, мечтала делать людей красивее, счастливее. Сегодня Олимпия – это кузница чемпионов. Тренеры постоянно повышают квалификацию, проходя обучение, принимая участие в тренингах и семинарах. А некоторые даже завоевывают высокие награды на престижных соревнованиях. Недавно ездили, мы выиграли кубок чемпионов в Краснодаре. Выполнил норматив мастера спорта, выжил 195 кг. И следующий у нас чемпионат России. Также едем за первым местом. Отличный сервис, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому посетителю. Это визитная карточка сети фитнес-клубов Олимпия. Об этом говорит и тот факт, что спортивный клуб посещают не только жители города, но и гости из Новороссийска, Абинска и других районов края. Во-первых, я ценю профессионализм руководства клуба Олимпия. Мне очень нравится приезжать сюда, потому что здесь всегда приятная обстановка, светлый, уютный зал. И то, что руководитель клуба всегда развивается впереди планеты всей, так сказать, всегда в этой профессиональной сфере, движется вперед в этих кругах профессиональных. И таким образом приятно, что у тебя всегда какие-то интересные упражнения, новые подходы. Поэтому мне это очень нравится. Для многих Олимпия стала не просто спортивным клубом, а местом, где собираются люди, для которых спорт – это увлечение, смысл жизни и заряд положительных эмоций. А для этого здесь созданы все условия. В спорткомплексе большой тренажерный зал, оснащенный самым современным спортивным оборудованием. Если вы хотите стать выступающим спортсменом или просто провести время с пользой для здоровья, то вам дорога именно сюда. Сеть фитнес-клубов «Олимпия» – это два клуба – «Олимп» по улице Ленина, 211 и «Олимпия» по улице Таманская, 2А. Они работают ежедневно, без выходных и перерывов. Телерадиокомпания «Крымский экран» желает вам, уважаемые телезрители, крепкого здоровья и бодрости духа. Не забывайте следить за развитием событий в наших ежедневных новостях. В любое время смотрите информационные выпуски телерадиокомпании «Крымский экран» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, а также на сайте крымсктв.рф. А о том, какая погода ожидает на следующей неделе, расскажет Нина Квасова. Я же на этом прощаюсь. До встречи и оставайтесь с нами. Здравствуйте. Всю следующую неделю погода на территории края будет преимущественно пасмурной. По прогнозам синоптиков, понедельник обещает быть прохладным, до 20 выше нуля. Возможно, небольшой дождь. К середине недели воздух прогреется до 24 тепла, а к выходным столбики термометров вновь опустятся до отметки в плюс 20 выше нуля и пройдут дожди. В четверг, 17 мая, православные будут отмечать Вознесение Господне – один из самых больших праздников в церковном мире. Он отмечается на 40-й день после Пасхи и входит в 12 важнейших событий в церковном календаре. Дата его празднования ежегодно меняется, а вот традиции, связанные с этим днем, и приметы остаются неизменными на протяжении нескольких веков. А еще в народе этот день считают началом лета и концом весны. Это все о погоде на неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова